Жизнь в ожидании дождя и похолодания уже порядком надоела, без преувеличения всем. Страдают и люди, и природа. Техника выходит из строя, ломается транспорт. Каково тем, кто весь день колесит по городским магистралям и их пассажирам, знает Виктория Живейнова. Жара не щадит ни пассажиров, ни водителей. Страдает и техника. Общественный транспорт выходит из строя. Из-за поломок автомобилей и из-за человеческого фактора, например, отсутствия концентрации внимания в жару, за прошедшие три дня резко увеличилась аварийность на дорогах. Произошло 36 ДТП, в которых погибли три человека. Именно в часы пик, в часы жары с 11 до 2 дня, в основном это ДТП с отечественными автомобилями, которые не имеют кондиционера, и водители попадают в ДТП. Очень много ДТП это съезд в кюветы, опрокидывание, то есть на ровной дороге, без каких-либо помех. В Туле практически нет общественного транспорта, оборудованного кондиционерами. Исключение, пожалуй, составляет один единственный новый трамвай, следующий по 12 маршруту. Да и тот, там кондиционер предусмотрен лишь для водителя. В среднем водители общественного транспорта совершают 20-30 рейсов в день. А это значит то, что сотни пассажиров доверяют им безопасность своей жизни. Именно поэтому так важно обеспечить комфортные условия труда именно водителям общественного транспорта. Случаи, когда водителям и кондукторам становилось плохо, были. К счастью, все обходилось недомоганием от жары и сменой бригады. Чаще плохо становится пассажиром, особенно в час пик. С июнем у нас количество вызовов увеличилось именно на тепловые удары, на какие-то состояния, связанные с обмороками. Примерно на 70 вызовов. При отсутствии кондиционера в транспорте приходится искать свои методы борьбы с жарой. Горлик Кротранс обеспечивает людей прохладительными напитками, минеральная вода, но немножко, конечно, подсоленная. Городская транспортная компания, значит, она вела укороченный рабочий день для водителей и также обеспечивает водой. Водителям трамваива сейчас закупили вентиляторы, которые устанавливаем в каждом трамвае, также будем устанавливаться с троллейбуса. Пассажир ведь проехал 15-20 минут и вышел, а нам здесь дольше работать. Кстати, пассажиры относятся к такой жаре в транспорте с пониманием. Жарко, душно, но ехать нужно все равно. Если мы в день два раза едем на транспорте, особо внимания не надо обращать. Но жарковато, конечно. А что делаешь? Ничего не делаешь. Душный транспорт чаще всего и становится местом тепловых ударов. Потому, если чувствуете сильное недомогание и тошноту, срочно покиньте автобус или троллейбус, как бы не торопились. Здоровье дороже. Виктория Живейн, Ван Тон Губрев, Виталий Задорожный. Вести Тула.